Все производственные планы прошлого года выполнены, но далось это нелегко. Были вынуждены простое персонала и недостаток кадров. Тем не менее, коллектив отработал хорошо. Об этом говорили на хозяйственном активе Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Все подробности далее. Март 2016-го принес горнякам Нюрбинского комбината неприятную новость. Мировой спрос на алмазы упал, объемы добычи снижены. Поэтому в апреле была остановлена работа сезонной обогатительной фабрики и отработка погребенной россыпи Нюрбинская. 90 человек пришлось отправить в простой, но с минимальной потерей в зарплате. Мы постарались подойти максимально справедливо к отправке людей в простой. В первую очередь направлялись желающие, люди, которые желали на это время выгодку на материк, там провести этот простой. Остальные работники были направлены на равных условиях. Уже не было такого, что человек ушел на весь период, 3-4 месяца средний простой составил. Вместе с тем на производстве уменьшали издержки. Так, котельные промзоны и вахтового поселка в Накыне перевели на нефтяное топливо. Эксперимент позволил сэкономить 3% от всей сметы затрат цеха. За 16-й год в результате мероприятий по переводу котельных, вахтового и промзоны, за счет разницы в стоимости топлива, достигнута экономия порядка 40 миллионов рублей. Не обошлось на предприятии и без проблем. Директор комбината отметил несогласованность действий разных цехов. В прошлом году это привело к затянувшемуся ремонту техники. И это при том, что из-за простоя она находилась на консервации и времени было предостаточно. В этом году руководство пообещало исправить ситуацию. Тем более, что на комбинат поступит новая техника и предстоит продолжить отработку месторождений.